Серия Гриль Троекурова. Успех любого пикника. Печеньки, плюшки, ватрушки, пирожные. Если бы такая красота вдруг оказалась разгрузкой, а не загрузкой, жить бы стало легче. В буквальном смысле слова. Но, увы, к продуктам с отрицательной калорийностью, полезным перекусом или средством снижения аппетита, любимые сладости и десерты не имеют никакого отношения. Здравствуйте, дорогие друзья! И все же о десертах, равнодушных к нашим объемам, то есть которые не вредят фигуре, сегодня речь. То, что все диетические и низкокалорийные десерты готовятся на основе диетических низкокалорийных продуктов, согласитесь, дополнительных разъяснений не требует. Нежирный творог, йогурт, фрукты, а сколько открытий чудных, то есть вариаций на тему, и не сосчитать. Те же смузи, которые мы не так давно готовили, или молочные коктейли, прекрасное решение вопроса. Или просто йогурт, но замороженный, а если же на палочке, то практически эскимо. А если взбить в блендере йогурт с бананами и тоже заморозить, попадание во вкус будет полнее. После замораживания вкус бананового пюре напоминает сливочный. Есть низкокалорийные рецепты чизкейков на основе творога, и даже тирамису, творог, отруби, геркулес, яйцо. Творожно-банановые или яблочные сырники тоже выше всех похвал. И если запечь яблоки, нафаршированные творогом, это, кстати, всего 160 килокалорий в 100 граммах продукта. Приблизительно такая же калорийность и у блюда, которые мы сегодня готовим. Ну, может быть, чуть больше за счет бананов. Однако попробовать в любом случае стоит. Это и вкусно, и никакого теста, и сладко, и легко. Творожная запеканка. Творог соединить с йогуртом, кукурузной мукой, яйцом, бананами, овсяными хлопьями. Взбить массу в блендере, поместить в форму, выпекать в духовке, разогретой до 180 градусов 45 минут. Приятного аппетита! И побольше исключений из правила «вкусно, значит, не полезно». Удачи! С вами была Жанна Соловьева. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова